Добрый день! Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуй, Сочи! Здравствуй, Айсберг! Привет, реплей! Давай, пожалуй, сегодня наш дружный коллектив. Я вижу, что зал очень тепло тебя встречает, несмотря на то, что мы стоим на льду. Мы стоим на льду, мы уже как бы заранее готовимся к холодной зиме, но, словами Довлатова говоря, мы растопим этот лёд. Правда, думаю, Авербух не обрадуется, но ничего. Да, давай тогда немедленно перейдём к сути нашего проекта. Расскажи, пожалуйста, зачем мы вообще его организуем? Вообще мы хотим сделать так, чтобы доказать всем людям, да, мы живём в такой стране, где очень холодная, ссоровая, непроглядная зима. И часто мы с вами скрываемся от неё под тяжёлыми шторами, с банкой варенья, смотрим какие-то не всегда интеллектуальные телепередачи, потому что зимой интеллектуальные передачи просто не заходят, а часто их и не показывают. Но, в общем, мы хотим развеять миф о том, что зима – это скучно, холодно и меланхолично. Мы хотим, чтобы ударить здоровьем, спортом и красотой по зиме. Зимур, это отличная цель. Громче, громче, это же хорошая цель, друзья. Спасибо. Все хотят участвовать и помочь нам это сделать. Давайте расскажем поподробнее, как мы собираемся это сделать. Мы собираемся организованной группой проехать по городам России с конца ноября по февраль. Целую силу. Сколько городов будет? Это будет шесть городов. Шесть? Шесть городов, да. Окей, скажи, этот праздник, этот фестиваль, он для кого? Он для тех, кто прям профессионально занимается этим спортом? Нет, этот праздник для всех. Дяди, тети, мальчики и девочки, дамы и господа. У кого есть свекровь, отправьте вы ее на этот фестиваль. Хоть один выходной проведите спокойно. А на самом деле лучше всей семьей туда пойти, потому что там будет развлечение для всех. И для детей, и для взрослых. Отлично. Я так понимаю, звучит достаточно масштабно. И, видимо, не ты один поедешь по этим городам. Ну, я поеду не один. Хотя одна женщина из Воронежа хотела, чтобы я поехал один. Муж будет в командировке говорить. Нет, у нас поедет целая команда. Действительно, это будут опытные люди. Это будут настоящие спортсмены-звезды. Это будут фитнес-инструкторы. И также аниматоры, которые будут развлекать людей. Насколько я понял, будут разные развлечения на любой вкус. От более спортивных до более, скажем, таких расслабленных. Но я вижу на этой импровидированной схеме такого праздника в уездном городе Энд, скажем так, некая зона красоты. Что в ней будет происходить? Ну, зона красоты это просто обязательно, потому что куда без красоты, когда есть Арифлейм. А вот там как раз будут супер-майстер-классы по профессиональному мейкапу, а также рассказ о том, как же питать и ухаживать за своей кожей, чтобы она выглядела красиво всю зиму. Отлично. Ну, вот теперь у меня сложилась картинка, это вообще Арифлейм, да причастен к этому образу жизни, про спорт, про здоровье, про питание. Все здорово, мне нравится. Единственное, пока что я так и не понял, самый главный вопрос, наверное, он тоже интересует этот зал. Мы с тобой говорим 6 городов, 6 городов. В какие города ты поедешь? Вот. А вот теперь, друзья, самое главное. Как будут проходить эти выборы? Они будут проходить, самое главное, мы хотим предупредить, без вбросов. Это будут самые честные выборы, потому что вы сами решаете свою судьбу. На сайте oriflame.ru, в разделе Lifestyle, вы можете регистрироваться в своем городе, и чем больше вас зарегистрируется, тем больше шансов у вашего города выиграть этот фестиваль. Я понятно, да, объясняю? То есть, как в Фейсбуке, когда вы какое-то мероприятие подписываетесь на него, вот чем больше людей подпишется в данном городе, вот, значит, больше шансов у вашего города, что вы в него приедете. То есть, уже с автрашнего дня на сайте oriflame.ru slash lifestyle появится анонс этого проекта и интерактивная карта. Если в вашем городе уже кто-то инициировал это мероприятие, вы можете нажать на кнопочку «Я пойду». Тогда там появится плюс один на счетчик. Я предлагаю, дорогие друзья, не закрывать тебе эту страницу до ноября, пока мы не поймем, какие города же выиграют. Зовите соседей, друзей, товарищей, приходите целыми городами и кликайте. Окей, Тимур, я надеюсь, что все сразу же после этого мероприятия пойдут проверить эту страницу, и у нас будут расти цифры на счетчике. Вопрос достаточно личный к тебе. Ты сам-то увлекаешься этим бортом? Да, я долгое время играл в баскетбол и занимался боксом. Окей, так как ты занимался боксом, я тебе предлагаю сейчас устроить некий виртуальный поединок. Чтобы мы с тобой сразимся, чего многие, наверное, хотели бы. Но мы устроим такой вот аттракцион. Предположим, что осталось последнее место, последний город. И вот если бы этот вопрос решался по крику этого зала... Смогли бы, ты хочешь задать вопрос, смогли бы эти люди накричаться до нас, до Москвы? До отдельных москвичей, я бы сказал. Это вопрос, но речь не об этом. Речь не предположим. Вот есть Уфа и Барнаут. Ты за кого бы болел? Ну, за Уфу. За Уфу, я тебя не помню. Спасибо. А есть кто-то Уфа в этом зале? Уфа, не слышалось? Я думал, хотел сказать 3-4, но уже файстайф произошел. А есть Барнаула в этом зале? Ну, два человека из Барнаула. Вы кричат неплохо, да. Значит, ты считаешь, что Уфа победила? Нет, подождите, подождите. Я предлагаю еще... Между ним из Барнаула повезет вот филиала хотя бы, поддержите своих соотечественников. А теперь Уфа. Я готов признать, что ты, наверное, какой-то совершил вброс или фотку, но в Барнауле может победить только дружба. Понимаешь? Поэтому я думаю, что все регионы достойны того, чтобы к ним приехал фестиваль. Главное, не только мы кричим здесь, это, конечно, хорошо, но главное, как мы будем активничать на сайте. Давайте сделаем так, чтобы вот эти перчатки, перчатки боксера и ведущего Тимура Соловьева, они стали символом этой битвы городов. Я надеюсь, вы действительно будете сражаться за право получить этот фестиваль в своем городе. Я предлагаю прямо вот... Где Барнаул был? Барнаул, тренируемся, тренируем связки, а самое главное, тренируемся болеть за свой город и участвовать в регистрации на этом фестивале. А что там с Уфой? Уху! Благодарю! 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 А я благодарю Тимура Соловьева, друзья! Спасибо большое, дорогие друзья! Сначала увидимся с вами на этом замечательном фестивале. Я надеюсь, что он пройдет именно в вашем городе. Друзья, встречи! Спасибо вам, я вам еще раз! Спасибо тебе, друзья, тебе привет! Я не знал, не думал, что кто-то...